КФУ и научно-исследовательский центр ДНК продолжают работу над созданием тест-полосок на выявление антител к коронавирусу. Ученые создали собственное производство, наладили производство белка-антигена, закупили оборудование и сейчас проводят научно-исследовательскую работу и следуют чувствительность теста. Монтаж оборудования завершен, сейчас идет пусконаладка, планируем как раз в течение двух недель получить первую партию тест-полосок и начать регистрацию, то есть получение регистрационного удостоверения. Это займет еще примерно два месяца, после чего тесты можно будет уже использовать официально в клинике и продавать их. Экспресс-тест отличается от лабораторного теста на основе иммунно-ферментного анализа. Сейчас уже разработан тест в классическом формате иммуно-ферментного анализа или ЭФА. Для такого теста необходима специализированная лаборатория. То есть тесты на основе иммуно-ферментного анализа уже разработаны и уже мы используем в формате научно-исследовательской работы. Тест на антитела к коронавирусу схож с тестом на беременность, только вместо мочи на бумажку наносится капля крови. Одна появившаяся полоска означает, что тест сработал, но антител у человека нет. Две полоски означают, что организм имеет антитела и выработал иммунитет. Так всего за 15 минут можно понять, защищен ли человек от коронавируса. Это тоже часть, скажем так, безопасности страны импортозамещения. Это не первая и, к сожалению, не последняя эпидемия. Создавая собственное производство, мы будем готовы и в будущем оперативно разрабатывать тесты для новых инфекций, с которыми мы столкнемся. В то же время ученые вуза создают генно-терапевтический вариант вакцины против нового коронавируса с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома. По вакцинному проекту на этой неделе мы приступили к тестированию на лабораторных животных. То есть препарат вакцинный получен. Вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий, то есть это ДНК-вакцина. И надеемся, что тоже в ближайшие два месяца мы получим первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных. Оба проекта связаны друг с другом. Для того, чтобы правильно оценить работу вакцины, нужно понять, появляются ли, например, в крови у подопытных животных антитела против коронавируса. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Продолжение следует...